смотрите подписывайтесь я думаю что понравится вот эти штуки очень удобные эти сигнал сигнал уже поступил пора двигаться не будем останавливаться ну вот мы выбрались на мне в стоп где-то порядка 8 килограмм мы сейчас пройдем около двух или трех километров но пока по общим ощущениям совершенно не чувствуется вес и отдел специально тонкие тонкую куртку и соответственно можете посмотреть порядка 5 килограмм штатив фотоаппарат всякие аксессуары лиза я не стал брать но еще планшет взял с собой все это влезло место осталось очень много всем привет 19 февраля павел ночь с вами вновь сегодня будет интересная тема я думаю для многих моя история в чем носить технику снаряжение фотографа в чем носить как говорится наряды или украшения если мой канал смотрит женщина я думаю что им будет очень интересно поскольку я нашел решение в том числе и для них есть такая в америке вайф акцепшн фактор который многие знают хай-фай щеки и другие на протяжении моей истории фотоаппараты менялись сначала это были громоздкие какие-то пленочные фотоаппараты потом появились цифровые маленькие фотоаппараты поэтому сумки под них тоже менялись но когда-то давно в турции я купил такую сумку кожаную торговался еще и за нее вот носил фотографировал везде фотографии где я таскал в этой сумке камеру ну время шло все менялось появилась более крупная камера sony соответственно нужно было что-то подобного типа многие знают такие сумки чехлы с отделениями они там на ремнях всевозможные тут 90-х годах такие штуки были дальше поскольку жаркие страны предполагает что надо что-то более удобное для тела появилась вот такая сумочка удобная до сих пор она ничего не порвалась в ней случай отсеков много фотографий отснято в ней минус только один что это все очень мягко ну дальше я перешел уже на фото сумки знаменитого донки парусина которая пропитана соответственно здесь вставляются вставки всевозможные здесь уже защита я снимал в ней репортажи и зимой при морозе там 30 градусов и в жару все отлично все замечательно с минус один как бы маленький размер рюкзаки тема вообще архиважная старый потертый рюкзак недорогой мягкий здесь уже порвался тоненькие лямочки соответственно такое все легкая мягкая но защиты практически никакой нет ну и мол необычные все как обычно вопрос в чем носить нашу технику камеры разных размеров и кроме камер оптику если кто-то носит с собой дополнительную оптику всевозможные аксессуары зарядки штативчики ну и все остальное какое решение ну еще дополнительно какую-то сумочку положить можно было с нее что-то зайти где-нибудь что-то купить я тестировал сумки слинг этот стопа последняя сумка которая мне очень понравилась защитой и все-таки сумка была это не основное но все усложнилось когда я стал снимать ландшафты и стрит-арт и файн-арт чем я занимаюсь с помощью штатива большого здесь уже возникли некоторые сложности поскольку нужно было сумку и штатив у штатива есть идет в комплекте вот такой чехол они в том числе отдельно продаются но в данном случае чехол очень удобный он с распределителем давления с карманками для аксессуаров я гаечные ключи то по собой не ношу но тем не менее они но вы видели мое видео где я все это дело носил таскал и в результате получилась такая интересная история что штатив или в руках нести а где-то есть и какие-то переходы делать но мне это не очень удобно всегда хочется все таки чтобы все это крепилось куда-то к рюкзакам и здесь я как уже говорил в домке нет крепежа как рюкзак который я использовал никак не прикрепить рюкзаки компактные которые я носил они все были мягкие и соответственно тоже никакой возможности нет я стал искать и вот все таки судьба подарила мне эту эту вещь да и вот я вам представляю сегодня это маленький рюкзак это в стоп американского производителя который выпускает профессиональное снаряжение и прежде чем рассказать в том числе и для женщин чем они так интересны рюкзаки и их аксессуары данном случае почему модульная конструкция материалы карманы все остальное я хочу вам некоторые экскурс все-таки предварить оставайтесь свое ночью смотрите он проведет вас по волнам фотографии я надеюсь вам не будет скучно многие воспринимают рюкзаки как некое украшение и в городской среде да и не только в городской среде вы часто видите людей молодых и пожилых которые носят рюкзаки за плечами рюкзак это сумка за плечами и здесь я могу сказать что что интересно говорить об этих рюкзаках в общем из чего не сделано ткань то есть кожа обычно используется красивые дорогие рюкзаки это маленькие большие ткань клеенка прорезиненные какие-то материалы или комбинированная кожа с комбинированной скани второе это отсеки и отделение для фотографов это очень важно поскольку множество аксессуаров и если рюкзак не имеет отсеков все это в кучу болтается потом карманы и защита молнии или какие-то застежки да это важно при путешествии безопасность как открывается рюкзак с каких сторон насколько защищены от вытаскивания от выпадания вещи очень важная вещь дальше влагозащита большинстве рюкзаков она не присутствует кроме военных рюкзаков специальных или специализированных рюкзаках есть также водонепроницаемые которые могут плавать рюкзаки но для фотографии экстремальных условиях это наверное имеет смысл но особенность таких рюкзаков что дополнительно нужны специальные вставки для того чтобы не потела техника внутри поскольку мы говорим о фототехнике ну кстати зонтик тоже я не упомянул зонтик тоже нужно с собой носить иногда ну или зонтик для чехол для рюкзака многие производители таким образом все это делают дальше конструкция самого рюкзака я уже показывал что тонкий рюкзак до который не имеет жесткости никакой тонкими лямками или например какой-то жесткий жесткой конструкции рюкзак который он сидит жестко но при этом неудобно спине ну тут мы подходим некой такой концепции до идеального рюкзака и если домки вы знаете разрабатывал сам фотограф да то многие компании которые известны в том числе они начинали свой путь не с фотографии с туристического снаряжения забегая вперед если рассматривать наш рюкзак я могу сказать что вот эти вот стропы которые здесь сделаны они отдельно называются я напишу как как называется не запомнить я тоже был очень удивлен это не море крепеж как бы которые позволяют дополнительные какие-то по сумке повесить нет это как раз пошло от тех людей которые любят город так же как я сюда может закрепиться топорик пристегнуться какие-то палки лыжи то есть это именно для этих целей а также для дополнительного какой-то развеса рюкзак может быть подвешен на что я обратил внимание когда впервые увидел и в стоп и их конструкцию да ну данный рюкзак имеет жесткую конструкцию при этом это из-за того что в этом рюкзаке нет модульной конструкции то есть рюкзаки подобного типа f-stop шимода они имеют возможность вставлять внутри инсерты я приложу фотографию ссылку на сайт вы можете выбрать разные размеры начиная от малюсеньких инсертов для аксессуаров и заканчивая большими огромными инсертами для профессиональных видеокамер огромных размеров то есть 50 60 литровые рюкзаки преимущество таких инсертов в том что я уже показывал на примере этой сумки да что но там insert он не закрытый в случае с f-stop все инсерты они полностью изолированы то есть их можно вытащить и тут как раз для женщин я могу сказать что-то архиважно они могут взять свою любимую сумочку купить небольшого размера инсерт который может быть закреплен в ней или просто положить и внутри через перегородки все это распределяется все ваши аксессуары чувствуют себя в безопасности очень красиво выглядит в аэропорту вы можете вытащить этот инсерт взять его с собой вместе с камерой рюкзак любой плоский предмет или сумку сдать багаж это очень интересное решение и я считаю что это самое лучшее решение для фотографов существующие на сегодняшний момент да и не только на сегодняшний я думаю будущем тоже все производители к этому придут почему так потому что технику вы берете разные объемы этой техники бывают тоже разные соответственно вы можете варьировать а не привязывать себя каким-то рюкзакам но в данном случае я сходил из бюджета поэтому решил начать с этого рюкзака внешним я думаю что вам видно да необычная да но обычная форма да но милую мелочь как говорится мелочи детали они говорят о фирме все в данном случае вот начнем с того что молния она хоть и видна да но она закрыта вот таким клапаном который сделан из прорезиненной ткани который не позволяет воде заливаться я вчера уже сделал небольшой тест на воду там я буду делать более жесткий тест но пока вы увидите фотографию как выглядят материалы современные которые не дают воде пропускать самого главного до отсек который основном то здесь модульная конструкция она несъемная но тем не менее вы на примере можете увидеть вот такие перегородочки они очень качественные из толстых материалов очень мягкие удобные перегородки такие многие делают да я не скажу что все но многие серьезные компании выпускают ну здесь интересно конечно то что качество отделки качество самой реализации вот этого всего внутреннего пространства на высочайшего уровня откидной клапан откидной клапан дополнительные карманы для всевозможных аксессуаров которые вы можете взять с собой чтобы они не потерялись соответственно кармашки например для карт памяти всевозможные кармашки для тряпочек увеличенные карманы для каких-то аксессуаров дополнительных дальше закрываем отсек понятно что вы этот отсек можете регулировать следующие это боковые расположения до всевозможных строк и крепежей здесь это реализовано двойными стяжками и еще откидной ком карман для большой бутылки значит многие фотографы используют его как карман для у меня среднего штатива сейчас нет я могу сказать что многие используют как карман для штатива такой вариант с обратной стороны в этом рюкзаке то же самое то есть две стропы и и один карман откидной а второй карман на молнии сейчас покажу зачем это все один карман я на молнии убираю свои причиндалы статью а в другой карман таким вот образом я могу закрепить штатив есть способы крепления штатива различные вот я использовал такой вариант да это быстрый ну и ногой все это зажимаю соответственно вот эти все стропы я могу натянуть и сделать уже это более удобно уверяю вас эта конструкция весьма надежная ничего не вывалится ничего не упадет некоторые крепят головкой вниз некоторые дополнительно пакеты покупают вот такие дополнительные и вниз головой вставляю штатив вот собственно говоря зачем мне нужен был такой такого типа рюкзак сами стропы здесь стропы я не скажу что они очень широкие но чрезвычайно удобные и очень мягкие внутри это очень важно например у домки который я пользовался мне очень нравились стропы из натурального материала и также обшиты внутри вот этим мягкой ткани соответственно они усилены в некоторых вариантах самой тесенкой как домки здесь это внутри стоит да но при этом есть еще варианты крепежа каких-то аксессуаров есть специальные петли для крепления быстрого каких-то вещей до которые вы используете на обеих лямках причем стяжка грудная грудная стяжка имеет еще и резинку это очень удобно поскольку вы можете регулировать как вам надо в этом рюкзаке есть возможность на закрепить еще саму спину но я здесь защелкнул все это тем не менее поясной ремень здесь тоже есть поэтому его можно точно также вытащить для любого объема посмотрел тропа причем сделано так же как и в сумке да то есть у меня там 56 людей всего на вам место ну и полностью зафиксировать рюкзак в больших рюкзаках вот в этих частях они делают еще дополнительно моли крепежи или кармашки дополнительные в этом рюкзаке это нет поскольку это такой полу городской рюкзак небольшого размера но и каких-то медальных переход ручка соответственно все это усиленно теперь самое интересное я записывал короткое видео в одном из интересных мест питере где покупал аксессуары и там обратил внимание на китайский рюкзак в котором мне мне хотелось просто найти рюкзак где вот эта часть была бы жесткой и при этом она не позволяла бы контактировать рюкзаку со спиной потому что в большинстве рюкзаках которые я не мерил и как бы владел касание спины и соответственно все равно это жарко и неудобно мне понравился тот рюкзак но мне насторожило то что сами вот эти жесткости они внизу открыты здесь железки торчат все это так как-то не очень дорого сделано при этом цена там в районе 8000 рублей честно говоря так немножко удивился несмотря на то что тот рюкзак немножко более крупный но недостатков тоже было и вес конечно больше двух килограмм эта штучка весит кило 300 это очень маленький вес это в два раза меньше чем домке который у меня был значит что здесь интересно на фотографиях плохо видно но тем не менее вот вы с торца видите да что порядка двух сантиметров вот эта мягкая штука когда вы одеваете его весь позвоночник весь он полностью вентилируется в более дорогих версиях открывание рюкзака идет с этой стороны это очень удобно и для защиты от каких-то неприятностей и в том числе когда вы приходите на ландшафт мы кладете рюкзак и открываете уже здесь доступ техники идет здесь одновременно это является недостатком в некотором роде поскольку вы не можете откинув рюкзак с плеча до достать что-то сразу вы должны снять полностью рюкзак иначе вы никак его не откроете есть конечно решение когда камеру можно положить верхнее отделение да и не используют таким образом это тоже не очень удобно некоторые фотографы нашли такой способ таких рюкзаках они цепляют дополнительную сумку небольшую ну это уже как бы из той же серии что и я то есть сумка какая-то компактная на поясе или на на через плечо ну это уже дополнительная вещь все-таки мы хотели рассмотреть вариант именно единоличного устройства которое позволило бы все это дело в данном случае здесь все хорошо рюкзак очень 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 удобен я честно говоря в восторге какие-то мелочи до которая показывала например те же самые регулировочные аксессуары да то есть для пальцев сделан такие выемки все это быстро общем делается молнии которые мало того что они полностью герметичные до защищенные сейчас такой тип мол не используется большинстве но большинство людей не обращать на них внимание пока дождь не начался дальше те же самые вот концевики молнии да значит я делал в рюкзаке там сами из паракорда такие люди делают там некоторых производителей они там кожаные да например тоже интересное решение звук небольшой есть здесь сделан таким образом что никакого звука практически нет то есть вот эта часть сделана из синтетической стропы сам наконечник сделан из такой провизиненной очень приятные вот штучки с рифлением то есть на военный манер и я предложу фотографии вы посмотрите хотелось бы от вас все-таки получить обратную связь что вы по всему по этому всему думаете какие рюкзаки вы используете каков опыт да и чтобы вам хотелось в идеальном рюкзаке чтобы было в рюкзаке это такая тема весьма обширная и сегодня не будет только тестов помещений мы увидим его на натуре как это все работает какие есть особенности да я не рассказал про нижние стяжки про боковые стяжки что эти стяжки не только для цели крепежа но это так также также утягивающие утягивающие складки которые позволяют вам если вы хотите уменьшить размер рюкзака вы это можете сделать легко если вытащить внутренние вставки до истину тут эти боковинки то рюкзак значительно уменьшится в размерах причем нижнюю часть тоже точно также можно уменьшить да я не буду это делать совсем но поверьте что он может два раза уменьшить просто все вытащить вставки ну и плюс дополнительная какая-то жесткость вот такой интересный я думаю что надеюсь что будет интересный обзор для вас и я понимаю что все аспекты я не рассматриваю дождик нагрянул зонтик не взял ну очередная проверка рюкзака вот мы и пришли и приехали скоро будем разбирать но я нажду все-таки от вас обратную связь чтобы каким-то образом откликнулись и мы продолжили может быть этот интересно почему я это видео записал я записал это видео для тех людей как раз которые готовятся к путешествиям я знаю что солнышко выведет весна лето скоро все возьмут свое оборудование да и как я уже говорил не каждый человек берет собой камеру каждый день какие-то к этому себя может приучить а берет периодически поэтому тема в чем носить я думаю что для всех актуально потому что но носить надо в чем-то конечно просто пользоваться камер в открытую без суммы без защиты ну это не актуально тем более что такое количество материалов такое количество изделий сейчас выпускается и порадовать себя перед мужским праздником я думаю что каждому захочется отдам вам я желаю тоже чтобы у них спутников были красивые рюкзаки чтобы вайф акцепшн фактор был стопроцентный они нулевой ну и соответственно может быть мысли какие-то для подарков к празднику 23 февраля любой мужчина мечтает чтобы у него был хороший какой-то походный рюкзак но если он с собой и вас возьмет еще в поход я думаю что всем всем будет счастье и всем будет хорошие фотографии воспоминания но из этого в принципе состоит наша жизнь всем спасибо удачи